Десятая муза Итак, «Звездные войны 7. Пробуждение силы» устанавливают новый рекорд. По кассовым сборам сага приближается к культовым фильмам Джеймса Кэмерона. Мировые кассовые сборы картины достигли 2 миллиардов долларов, отправив кинофильм на третье место в мировом лидерстве кассовых рекордсменов. На первом месте на данный момент находится «Аватара», на втором – «Титаник», учитывая повторный показ 3D-версии. В марте предстоит релиз «Звездных войн» на дисках, что принесет еще несколько сотен миллионов. Так что «Титанику» точно быть битым. А там глядишь и «Аватару» тоже. Ну а если вы до сих пор не посмотрели достойное, по мнению многих, продолжение предыдущих эпизодов, ну или вообще никогда не видели «Звездных войн», в принципе, расскажу. Итак, давным-давно в далекой галактике судьбы множества планет определялись балансом силы, управление которой было подвластно немногим рыцарям-джедаям. «Кто ты?» «Я никто». После того, как Энакин Скайуокер и его дети сыграли свою роль в восстановлении баланса силы, прошло уже 30 лет. Старые войны отгремели в галактике, но на планеты надвигается новая опасность. Сила пробуждается, а извечная борьба между светом и тьмой вот-вот продолжится вновь. Сила взывает к тебе. «День выборов-2» – пожалуй, один из самых ожидаемых фильмов, по крайней мере, отечественного производства, который вот-вот выйдет на экраны российских кинотеатров. Восемь лет назад креативная группа пиарщиков устроила кандидату у губернатора Среднего Поволжья Игорю Владимировичу Цаплину с ног сшибательную пиар-компанию. Несмотря на массу дурацких ситуаций и толпу странных персонажей, которые постоянно норовили окончательно превратить предвыборную кампанию в бедлам, Цаплин должность получил. И с тех пор успел продержаться в креслеем целых два срока. От хронического груза забот и проблем он страшно устал, но тем не менее готовится к перезбранию на третий срок. Однако электората требуется подтолкнуть к принятию правильного решения. И за решение этой задачи снова берутся уже знакомые нам герои. Да, алло. Да, узнал. А кто это? Ведущий как бы радио Максим сменил мятый спортивный костюм на элегантный деловой, а в остальном мало изменился. Разве что пить стал немного меньше. Его коллега Нонна все так же очаровательный, а странный язык. Их начальник Михаил Натанович выглядит так, будто и не было этих восьми лет. Зацаплина принимаются всерьез, ведь его надо показать в самом выгодном свете. Но в самый разгар процесса кандидат куда-то исчезает. Ему, видите ли, все надоело до чертиков. И если Игоря Владимировича не найдут вовремя, то общая суета, приглашенные артисты, километры потраченных нервов, все будет зря. Мощный мужик. Буду помогать людям вашего прикольного возраста, преклонного возраста. Кто это? Сочинил! Еще одно продолжение еще одной кинокомедии. На этот раз импортного производства увидит свет 18 февраля. 15 лет спустя на экраны возвращается образцовый «Самец-2». Он был самым знаменитым мужчиной-моделью в мире. Даже названия его взглядов стали нарицательнее. Ле Тигр. Магнум. И, конечно, Голубая Сталь. Рассказ этот о судьбе хорошего парня Дерека Зуландера. Вопреки всеобщему мнению, что поприще модели – это женский труд, герой доказывает обратное. Плюсом к этому оказывается вовлеченном в настоящую детективную историю. И еще одна детективная история, на сей раз серьезная, кроме того, являющаяся результатом совместной деятельности России и США уже на подходе. Разборка в Маниле. Название фильма, пожалуй, говорит само за себя. Много дыма и огня, крутых парней и оружия. Режиссер фильма Марко Дакаско со список актеров более чем разнообразен. Александр Невский, Дмитрий Дюжев, Каспер Ван Дина, Марко Дакаско. Главные герои – Ник и Чарли – частные детективы. Одно из расследований выводит их на след международного террориста по кличке Призрак, скрывающегося где-то в филиппинских джунглях. Не доверяя продажной местной полиции, главные герои сами собирают свою команду, готовые отправиться и сплотить злодея в его логове. Не только на большом экране ожидаем премьеры. Всегда, например, можно посмотреть любимый сериал. А выходящий в свет новый сезон – всегда радость для поклонников. На днях состоится премьера четвертого сезона сериала «Викинги». Состоит сезон из 20 эпизодов и выйдет в два этапа. Несколько лет назад скандинавские сериалы «Мост и убийства» заставили поклонников качественного кинематографа обратить внимание на проекты, которые снимаются в этих северных странах. А заодно в моду вошла и сама Скандинавия, ее культура, ее мифология и, наконец, ее история. На волне этого интереса и вышла на экраны историческая сага «Викинги». События сериала разворачиваются в эпоху раннего Средневековья, в одном из графств, на которые тогда была разбита современная Дания. Ключевым персонажем всей саги является Рагнер Ладброк, легендарный вождь захватчиков-викингов. По преданию, он был прямым потомком Одина. Главная интрига четвертого сезона в том «Выживет или нет Рагнер?» Если все-таки смертельный недуг приверет его к рукам, кто тогда займет его место? Однажды женщина станет править Каттегатом. Я давным-давно мечтала об этом. А премьера следующего сериала уже состоялась 2 февраля. После пяти сезонов «Американская история ужасов» режиссер Райан Мерфи решила окончательно разнообразить истории. И свет увидела по-прежнему американская, но на сей раз история преступлений. Детективные сериалы в наши дни выходят по нескольку штук в день. Так что завлечь зрителя нужно еще постараться. И тут с этим все в порядке. Достаточно хотя бы взглянуть на актерский состав. Джон Травулта, Брюс Гринвуд, Сара Полсон, Дэвид Швиммер. И это только малая часть. Да, что у нас? Две жертвы в Брэндвуде. В Брэндвуде? С каких пор в Брэндвуде убивают? Изюминкой этого сериала является то, что в нем описаны ситуации, которые происходили на самом деле. И то, что выбранные дела были самыми популярными, и до сих пор их изучают многие сыщики и криминалисты. Словом, антология, посвященная историям самых громких преступлений в истории США. Ну и, конечно, не могу не рассказать о фильмах, которые приготовил для вас телеканал «Городской». Фильм под названием «99 франков» снят по мотивам одноименного романа достаточно известного французского писателя Фредерика Бекбедера. Черный юмор и циничное повествование о непростой жизни богатых и знаменитых, влиятельных и несчастных людей в современном рекламном бизнесе. Главный герой – гуру рекламы. А фильм вы можете посмотреть в субботу, 20 февраля в 22.00 на телеканале «Городской». Меня зовут Октав, я занимаюсь рекламой. Это Рос. Рос, Рис и Уичкрафт – одно из крупнейших рекламных агентств в мире. Ганность. Октаву нет равных во вселенной, ведь он занимается рекламой. Это он решает, чего вам хочется завтра. Для него человек – это такой же продукт, как и все остальное. Октав трудится в крупнейшем рекламном агентстве. У него полно денег, женщин и кокаином. Но, тем не менее, его терзают сомнения. Две вещи в корне меняют его жизнь. Роман Софи – самой красивой сотрудницы агентства. И совещание в гигантском молочном концерне по поводу рекламного ролика. Октав срывается с катушек и решает взбунтоваться против системы, которая его породила, саботируя свою же рекламную кампанию. Нам предлагают стать креативными директорами. Нет. Ну почему? Потому что меня это больше не заводит. А в воскресенье 21 февраля в 10 вечера вашему вниманию драма под названием «Чтец». Фильм, кстати, тоже снят по мотивам романа. На сей раз немецкого профессора, юриста и писателя Бернхарна Шлинка. На момент выхода фильма этот роман был переведен на 37 различных языков, в том числе и на русский. Повествуют драма о воспоминаниях самого писателя. Майкл Берка, 52-летний, закрытый в себе адвокат, постоянно думает о своем прошлом. Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что он мог кардинально изменить свою судьбу и не только свою. Стоит ли думать о прошлом, если оно уже история? Или все еще продолжается? Ну и, конечно, на этом ассортимент фильмов, предлагаемых вам, а к просмотру нашим телеканалам, не ограничивается. В круглосуточном режиме вы можете ежедневно смотреть самое лучшее кино, как отечественного, так и зарубежного производства. Мы стараемся удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Ну а я прощаюсь с вами на неделю и желаю обязательно найти свою музу. Ну и, конечно, хорошее кино тоже важно. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think, because the fish knows everything. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok